Вчера я, мама приходила, Раиса Алексеевна, она на полном серьезе, в полном серьезе пошла на кладбище, поставила 4 колышка, ну себе место как бы, она именно в центре хочет, а потом пришла, а колышек нету, я говорю, азата спрашивает, азата, у тебя нету знакомых, место взять? Я говорю, все место читаю, она говорит, ну да, я хочу в центре. А где в центре? Там уже все, там уже около Лениной, около Лениного папы, около Лениной мамы, там уже больше нету, там уже до ворот почти дошли. Хочет она в центр. Я говорю, пока вы умрете, может еще третье кладбище откроется. Боже мой, уже заранее думает. Да. Не, а что, у мамы уже памятник было, помнишь, у моей бабушки был памятник. Тогда принято так было. Ну мам, тогда принято было, политики заранее. Ну не колышки, слушай, колышки тут же уберут. Это надо идти место нанимать, это вообще, ну, это не так легко, это место нужно. Это, по-моему, может даже уже и платить нужно будет. Ну. Такое смешное видео вышло вчера. Азалат говорит, она говорит, ну может как-то место надо взять. Азалат показывает на камеру, говорит, я сейчас буду рассказывать, кому я должен эти деньги давать. Другим органам, может быть, все знают, кому взятку давать. Это на камеру решили. Она рассказывает, он говорит, как я неудачно зашел. Мама, если тебе ноутбук купить, то я же вообще три часа у тебя, у тебя даже три часа, у мамы три, я только могу маме на три часа прийти, с двух до пяти. Если я куплю ноутбук, то я маму потеряю, получается. У меня свои передачи, не надо мне никакой, ни компьютеры, ни ноутбук. У меня утром передачи, потом фильмы, потом немножко уборка, стирка, опять фильмы и до одиннадцати часов. Ты что, мне даже некогда, мне не надо. А то, что я пишу, я люблю писать. А Раик говорит, бабушка, ты такой почерк красивый. Красивый у тебя почерк, да. Я говорю, а Раик, видишь, вот когда они были дети, да, я говорю, это книгу можно, да. А ты как пишешь, ты переписываешь же еще? А? Ты переписываешь еще? Я пишу как сценографист, а потом сочиняю все конкретно, сочиняю эти слова, предложения и переписываю уже в тетради. Я же когда-то хотела на сценографиста идти. Мама, мама, ты что, да? Нет, это нет, это не те, нет, 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 это не те. А это что на тетради у тебя? Это тетради моей расходы. У меня папа так очень любил, посмотрите, как у меня папа, вот он так, ну все-все, ремонт делал такой вот, везде, где мог, достал вот этот кожзам или что это такое, и все, старался вот так прибить, забить. Они такие, знаете, папа вот такой мастеровой был, любой, любой гвоздик закручил. Мама, это, если я серьезно говорю, это после моей смерти, тут в компьютерах всего нет, я же в разное время писала, и разные люди говорят, и компьютера еще не было, это же, еще с боком у меня есть эта тетрадь. Так что, вот, вот тетрадь, видишь, я все добавляла, теперь уже добавлять не буду. Вот тетрадь, которая, вот сладкая, это все печеное, это все печеное, до сих пор, вот до сих пор все печеное. Это такое все. А это, которые, бакинские у меня еще эти, видишь, даже вот уже так, вот, брала скотчем даже. Тут очень много и рецептов. Мама, очень хороший почек, видите, какой аккуратный. Тут рецептов очень много. И вот это, когда все будут добрыны, Надя Матвеева вела эту передачу, все, все вот эти 10 блюд, что они, девочки, там давали, я записывала кратко, а потом сформулировала свои предложения, все как неудобно, и так писала. И тут очень все понятно. Так что, после моей смерти, можете книгу сделать. Ну, тебе же сказала, да, да, потому что ты будешь жить до 80 лет. Как до 80? Или до которого? Ты сказала, что еще Аню, Аню. Да какой? Сказала, Аня, на свадьбе в Ане будешь гулять. Может, Аня после школы видит, я откуда с Аней? Будем задерживать? Да, причем ты, слушай, все равно, я же не вечная, мы же не вечные, Калина. Но мы же не вечные, слушай. Вот можете сделать. Вот, открыл, любое, что хочешь, посмотри. И готов. Я не хочу об этом вообще думать, об этой смерти, об этом. Вчера Раиса Алексеевна уже кладбище искала, место искала. Не надо сейчас куда-то. Я искать ничего не буду, я искать ничего не буду, около моего мужа, у меня по кормите. Все. И 27 лет его фотография, и моя это 27 лет, как раз хорошо. Та с длинными волосами? Да, да, да. Обязательно эту фотографию? Да, только эту, нет, только эту. Почему? Не-не-не. Ну, ты там совсем молодая, я тебя такое не помню. 27... Как это, уваку, ты меня не помнишь? Винтуристой работала, бегала эта фотография. Ну, хорошо. Боже мой, я не хочу на эту тему говорить. Валя тоже мамину сделала фотографию, было 80 с чем-то лет, по-моему, тоже сделала молодую фотографию. Или что? Зачем мне старую фотографию? Я даже жалею, что я мамину сделала в старости. Ты не в старости сделала? Да, старость такой, как я ее в последние годы видела. Нет, нет. Мама, а ты сейчас не жалеешь, что ты не так часто ездила к бабушке? Или надо было чаще ехать? Ну, тогда и как чаще. Купоны были, невозможно было поменять. И работа была, невозможно было. Я и так пропадала по трое суток на работе. То залежу, то не раз за меня. А, кстати, мама мне снилась сегодня. Да? Она такая маленькая, как лилипут. Да? Точно, как лилипут. Какое-то поле. Где-то она что-то полит. В общем, такое вот все плелось. Но мама четко ясно видела, как лилипут. Я говорю, а что ты такая маленькая? Ага. Но ответа не услышала. К чему, я это не знаю. Да. Давно я ее не видела уже. А папу давно видела? И папу давно видела. Угу. Угу. Да. Папа у нас был атеист. Угу. Бога не верил. Угу. 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 В их семье не было принято. Именно в Артуре дома не было принято. Почему я вас крестила у мамы? Святров сказала, что я поехала в отпуск и тебя и Сашу крестила. У нее дочка умерла, а может она... В одно время Сашу в другое время. А меня же не могли вам Карины там назвать? Ну, мы сказали Карина, а я не знаю, как там уже записали. Хотелось бы знать, как меня записали? А может быть такой поп был, что я неграмотный, может не знала, вот так Карины и прочитала. Он очень долго у нас был. Я еще в школу ходила, он этот поп был. Ну, я же никак... Меня когда спрашивают, кто ты поэтом, я не знаю, что сказать. Может Катерина назвали? А ты это... Можно в любую церковь зайти и спросить, как может Карина по церковному записаться? Наверное, Катерина. В любую церковь. Боже, поп в селе какие имена там были? Катя, Маша, на Кейчу как? Катя, Кристина еще нет. Катерина больше, да. Ну да, ты что, тебе три годика было. Три года тебе было. Да, да, да. Семидесятый, семьдесят третий год, семьдесят четвертый. Тогда еще таких имен не было. Кристина, да, наверное, Катерина. Видишь, когда приезжали в село, и там уже многие приходили к маме, даже там соседка это говорила, а можно я, если у меня дочка, она беременна была, говорит, можно, если у меня дочка родится, я назову вашей внучки именем Карином? Ну, говорит, что за вопрос, как называют, что? Ну, патент, что ли, какой-то на имя взяли? Это что, говорит, это запрещено, что ли? Уже не... Карины везде. Карины везде. Как армяне переехали в Украину, Карин уже полно. Да, да, да. Полно. Мне мое имя нравится, и Карина, и фамилия Аванесова нравится. А я почему тебя Кариной назвала? К бабушке, к моей свекрови приходила подруга, и она, а я беременна была тогда. Внучка у нее, Каринка, такая симпатичная девочка. И как она только зашла, я говорю, тебя как зовут? Помню, конфеты еще я ее угостила. Она говорит, Карина. А я, тетя Дора, ее звали, армянка, она говорит, это наша Кариночка. Я говорю, все, будет девочка, я назову Карину. А тут говорит, называй, красивое имя. Вот так я назвала Карину. А тут уже полно Карин, полно. Вот это с теми событиями, как разъехали люди с Баку. Это что? Это твои старые или новые? Новые? Все старые. Посмотрите, мама, только покажи, открой, мне так нравится. А что это? У людей тоже много таких есть. Орешки, которые я пеку. Да, мама пекет в этом орешки. Если старые, то я их, это в магазине такие продают. А у меня, видишь, какие они? Настоящие прям какие-то они. Они такие, да. Они длинноватые, как орехи вот. Посмотрите, какие. Видишь, как выдавлены эти. Да. Извилины эти, да? Да, да, да. Извилины. А старые, старые мне не нравятся. Старые или новые? Нет, это новые. Старые мне не нравятся. Мам, покажи эту форму для хлеба, а потом я уйду сделаешь. Я для хлеба форму, я на листе делаю. Нет, ну интересно, такие маленькие эти. Какие? Ну, сзади же там были. Сзади, мам, вытащи. Вытащи, сзади две такие. А, так я не пеку. Это для меня мало. Я понимаю. Я пекла раньше. Я их вычистила и всё. Слышите, какие интересные, да? Вычистила и всё. А в них же можно что-то печь. Можно. А, в них знаешь, что можно печь? Не только бисквит. Мясной фаш. Мясной этот можно печь. Мясной... Как называется это? Хлебец. Хлебец. Я их вычистила. Их так тяжело чистить было, но я их вычистила. Я не могу, когда заслонены и всё. Хлебец. Это не в моей натуре. Да. А, вон старые. Я вижу. Мам, покажи старые. Я вспомнила старые. Да потом сделай. Мам, потом сделай. Они не старые. Они не старые. Они просто... Мне не нравится форма их. Я пекла, но всё равно мне форма не нравится. Их. Они поменьше, что ли? Это такие, как магазин. Продают вот такие. Они получают. Так что раньше у тебя было? Это или то? Ой. Вот эти у меня были. Смотрите, какая это кондитерская форма. Мне вот эти нравится. Форма, во-первых, нравится. Ты сядь, потому что там не видно, там твои руки. Форма нравится. Сейчас. Сейчас. Ой, а сколько металла. Все фурмочки есть разные. Лишь бы печь. Это Анин волос, кстати. Черный. Аня там сидела, да. Аня. Аня, когда бывает, так я ковер чище после нее. Ты что-то делаешь, так волосы лезут у нее? Маски какие-то надо делать. Ну, может, сейчас у нее переходной возраст, поэтому... У нее очень сыпется. У нее питание хорошее. У нее очень сыпется волосы. Витамины она пьет, малыш. Витамины для волос. Ну, такие для организма, которые волосы, ногти. Сейчас буду. Еще пять минут я пойду. Дашь мне эти батареи. Вот я тебе дам. Не, выбросишь? А, да. А пять часов в луфе начинается до семи? Да. А потом? А потом смотрю. А ты не смотришь, что это супер-мама? Ой, мама, у меня время нету. Смотрите, это супер-мама. Сегодня будет? Или как по трассе? Не знаю, у меня нет времени. У меня дома надо сейчас хотя бы что-то приготовить, кушать. Потом я... Возьми вареники сегодня. Возьми вареники сегодня. Потом надо... Каждые два дня убираться это сто процентов надо. Я так уже поняла, что невозможно. Потом мне нужно... Очень много я сижу с Сержкиной инстаграм. Я раскручиваю там фотографии. Мы фотографируем с Леном. Я делаю фотошоп. Ну, в общем... Как-то мне не получается. Вчера два часа ночи легла спать. У меня раньше не получается. Кошмар. И встаю рано. Но для меня это рано в девять часов. Я тоже рано встаю. Ложусь в двенадцать. Пол седьмого. Даже бывает так, что пол шестого. Глаза открою, потому что уже спать не могу. А ты когда завтракаешь? В каком шестом? У меня завтрак в девять или пол десятого. А до девяти что ты делаешь? Ну? До девяти ты что делаешь? Встала, пошла в ванну, помылась, включила, смотрю новости. А я не хочу утром рано так кушать. Я уже привыкла так. Иной раз бывает и в десять кушаю. А Вера, вот моя подружка, когда-то сказала, приходи рано ко мне. Не завтракай, а мы покушаем. Я ей звонила в пол десятого. Она говорит, ты что? Я уже восемь часов поела. Какой завтрак? Я говорю, ты что так рано кушаешь? Ну что, зачем ты ее угощала? Покушали бы, да? Вареники с мясом была. Да. Она мне сказала, у нее мед есть. Я говорит, не знала, что ты мед любишь. Я говорю, нет, я люблю. И даже вечером люблю, если еще есть молоко. Сакан молока, кусок хлеба с медом и вообще. Она говорит, ой, а я столько пораздавала. Ну я приду домой, посмотрю. Трехлитровую банку ей дали Оксаныного мужа. Там, в селе, пасеку держат. Родственник какой-то. Она говорит, у меня аллергия на мед. И у нее же сахар в ней. То она мне звонила. Вчера говорит, что я тебе принесу. Я говорю, сегодня нет, сегодня мне некогда. Другой раз приедешь, тогда принесешь. А что сегодня некогда? А я вчера занята была. А с ней надо посидеть, поговорить. А у меня время было вчера. С тортом возилась. Да. Я говорю, приедешь в другой раз, тогда зайдешь. Да, мама мед любит. Она приезжает за пенсией, заходит ко мне. Я ей тоже вареники дала. Говорю, нам быстро идти. И как раз позавчера, помнишь так, нахмурилась и дождь крапала. И она в это время выскочила. Говорю, боже мой, наверное смогла. А потом смотрю, через пять минут же ночь прекратилась. Она, наверное, еще не добежала домой. Она школа второй школы. Где мы снимали квартиру в Оренке. Я говорю, беги, бегом, чтобы не раскисли. И положи в морозилку. Позвоню, потом ты уйдешь. Уехала она или нет? Я не знаю, чем она. Сюда приехала ее двойная сестра. Такси нанимала. Она здесь имеет квартиру. А я когда в Вере была, она рядом. Хата с хатой. Она приезжала огород садить. Вера уже сказала, не плати, я сама заплачу. Вот. А назад, говорю, не знаю, чем буду ехать. Может, геет опять она возьмет такси. Мама, а ты не хочешь, где Соня лежала в Киеве? На сердце она профилактическую полежать там? Зачем она мне нужна? Ну, там профилактика для сердца. У меня что болит, чтобы я туда шла? Ну, ты же грыла сердцем по утрам иногда? Ну, это ничего. Хорошо, что у меня глид есть. Попила и целый день очень хорошо. Это помогает? Угу. Там написано, что это второй хлеб для сердца. Второй хлеб для сердца? Угу. Целая статья с газеты вырезана. Как-то мы отдельно людям прочитаем, объяснишь ты. Ну, просто там же еще раз обследование? Мы же тебе обследование делали. Ты как там что-то обследование? Не хочу я, Карина, никуда. У меня нормально все. Да зачем мне это? Я же не падаю, уже не лежу, чтобы мне это стало. А что надо довести, что падало? Нет. Мне не надо. Уже возраст тоже берется. Вот ты что думаешь, возраст? 71 год. Ты что? Ты еще не 50, не 40, не 60, нет. Пока я еще нормально держусь, слава Богу. Ну ладно. Боже, когда это уже потеплеет? Невозможно. Ни дома, ни на улице раздеться невозможно. Кошмар. Слушай, носки не снимаю. А ночью ты не ложишься с грелкой? Первое время бутылку клала. Мы каждый день кладем бутылку. Я уже не кладу. О чем? Я бегом ложусь и с головой укрываюсь, надышу пять минут, потом открываю. А что за бутылку жалко? Бутылку кладешь? Нет, нет. Так удобно с бутылкой? Горячая. Так я все время клала. Я Жанечке сказала, что я с бутылкой сплю. Ну и ужас один. Да, климат поменялся вообще. Ладно. Буду заканчивать. Давай мне эти батареи. Батареи. Моя Ячкина. Вот видите, я сегодня опоздала. Я к маме пошла не два часа, а три часа. Я тебе пришла, да? Уже по 4. Уже надо выходить. Потому что время приемное заканчивается. Так что я не знаю. Хорошо. Ладно. Приемные часы окончены. Да. Завтра в пятницу, да? Завтра в пятницу. Ты завтра что будешь делать? Может вам рогалики спеку? Ну рогалики без меня будешь печь? Ну а зачем тебе уже? Мама, ну покажу людям. Ну почему? Тоже уже рецепт давал. Ну что, одно дело рецепт, одно дело просто по ушпить. Ну хорошо, когда буду печь, тогда позвоню тебе. Ну ты же два часа начинаешь. Чего я, ну мне надо так, может не знаю, может в субботу, может в воскресенье, чтобы фильмов этих не было. Ну это же сериалы, надо же смотреть их. А что с двух до пяти мы не успеем рогалики сделать? Не, успею ничего. Если я буду ровно в два, ты начнешь все это делать, то почему мы не успеем? Зачем мне нравится в субботу на пятницу? В субботу у меня мастер-шеф, я смотрю вечером. Там еще, слышишь, эти я уже пекла. Я еще хочу попробовать с майонезом тесто. Ну давай попробуем с майонезом. Ладно, ну мы дозатор дожить еще надо. Если все будет нормально, мы там зазвонимся. Всего хорошего, до свидания. Всего вам хорошего.